всем привет дорогие друзья с вами снова барин и сегодня у нас пятая часть моей коллекции для playstation 2 это видимо уже такое предпоследнее видео потому что с учетом того сколько у меня еще осталось дисков состоящаясь видимо будет последний и вот хотелось начать с пополнения своей коллекции по томрайдеру наконец-то появилась атомрайдер legend то есть игра который я скажем так проходил и на пк и на псп на playstation 3 даже вот недавно на playstation 3 прошу эти нашелся артефакта на всех уровнях значит и вот как раз таки взял ее на playstation 2 то есть очень нравится мне эта игра то есть это что я был лучше такой приключенческий экшена 2006 года вот очень мне эта игра сильно нравится ну вот и думаю теперь ее пройти на playstation 2 заодно и собрать опять же здесь все артефакты со следующей игрой мне очень повезло это моя так скажем первая такая вот коллекционка на playstation 2 это томрайдер anniversary то есть collection и диши и дишон как любит говорить старинодач значит в таком вот она картонном боксе значит если мы как бы допустим посмотрим здесь как раз таки будет у нас все вот это вот ее описание а внутри вот в лучших традициях вот таких типа коллекционных в кавычках пиратских dvd похожего оформления обычно какие-нибудь развороты ну и соответственно каких-то мега лицензионных похожая была ситуация то есть значит здесь вот у нас такой своеобразный арты идут что разворачиваем вот это все дело если мы допустим начнем просматривать все это сзади что вот лариса ивановна в молодости в египте здесь лариса ивановна в перу и само название и собственно что у нас в коллекционное вот это издание входит пусть это конечно мануал то есть он кстати как и в легенд тоже цветной что меня именно радует то есть подробным описанием как это все работает значит как и что где нажимать информация там и разработчиков из crystal dynamics и вот здесь соответственно на что то есть сам диск с игрой здесь как раз таки арт египтян то есть диск конечно такой слегка по цены но рабочий значит вот здесь у нас идет 9 начну что здесь примечательно здесь где-то на 40 чем-то минут идет фильм про лару кровь ты интервью с тоби гардом создателем лары кровь ты как раз таки человеком который делала вот первый том райдер тром райдер legend том райдер аниверсари вот этот том райдер андерволт и даже был режиссером всех роликов и катсценов том райдер 2013 здесь такой тоже арт с лари в египте и соответственно вот этом еще 9 бонусом такие идут несколько этих роликов то есть трейлеры самой аниверсари там ее какой-то анонс и трейлеры некоторых предыдущих игр то есть legend например angel of darkness master violation chronicles то есть это все там есть и вот такой последний диск это именно сундтрек этой игры то есть оригинальный сундтрек соответственно вот здесь прилагается что дивиди что сиди здесь в идеальном состоянии так что я очень рад такой коллекционки ну и что могу сказать то есть такой как бы комплект я собрал потому что у меня все четыре томрайдера есть то есть angel of darkness legend anniversary и underworld вот underworld кстати на playstation 2 недавно прошел то есть выяснилось что это но такой обрубок оригинальной игры потому что почти все локации есть но они сильно сокращены а даже те которые достаточно такие обширные ну там почти делать нечего там куча придется просто по ним бегать и ничего там толком нету при том если лариса ивановна как-то быстро там начнут бегать они еще начнут загружаться в каких-то моментах так что даже по ним просто ходить чтобы этих загрузок не было и значит в принципе есть какие-то там тип секретики потому что полноценных артефактов как допустим было у нас в legend как бы у нас универсари вот здесь на playstation 2 нету то есть непонятно что как бы для чего их вообще собирать потому что в принципе как я заметил бонусы они все открываются после просто прохождение игры вот так же как в версии у лари регенерируется здоровье то есть оружие здесь кстати выбирать нельзя как было старшей версии то есть какое дополнительное оружие дадут на уровне такие с таким выходить и будем вот врагов врагов крайне мало то есть враги и люди тут буквально только в бус-плаймерных встречаются то есть все действительно упрощено то есть это такой обрубок именно в версии и если там всякие еще были задания под мувы так скажем да то есть под вот этот гимов то есть там какие-то там загололомки решать механизма какие-то запускать соответственно ходить какие-то сокровища там взламывать какие-то сундуки соответственно используя там всякие мастерки и лопаты то есть главный инструмент археолога то здесь конечно такого нету все это по вырезам и в принципе здесь лариса ивана может только умереть попав ловушку это пропасть упав то есть действительно какой-то серьезный противник это только натла в конце как финальный босс который хоть какой-то урон может нанести ну и даже по сравнению с версией все упрощено тут этом игра приходится где-то за 14 нас плане часа максимум если не тупить еще кстати хотел что сказать значит есть у меня вот такая lara croft in temple of a series вот взял себе на playstation 4 тут именно есть русские субтитры хотел сама даже обложка на английском как бы языке вся и значит здесь у нас как раз таки такой вот спин-офф от вот этой вот трилогии то есть legend anniversary under world получается вот эта игра здесь есть такой напарник у лары это картер белл вот тоже археолог и вот он потом был персонажем даже одной книги 1 комикса а теперь мы точно идем дальше то есть у меня наконец-то появилась middle of honor европе а сауд это очень спасибо большое владимиру спартаку с каналов весис гейма весис партии за вот такой подарок потому что я до этого эту игру брал но там оказался не рабочий диск то есть именно зависал при загрузке первой миссии то есть спартак прислал мне полностью рабочий диск и я этому очень рад потому что у меня так скажем middle of honor и частично есть я так пассивно очень собираю тусиры потому что есть middle of honor фронтлайн это первые middle of honor на playstation 2 там игра по моему еще 2002 года есть middle of honor rising sun то есть про тихоокеанский театр военных действий и здесь как раз таки музыку писал к этой игре кристофер леннардс ну вот теперь есть как бы европе нас аут значит следующая игра это питер джексон кинг-конг за официал game of the movie то есть в коллекции на приспи в третьем выпуске как раз таки эту игру показывал писки версию вот playstation 2 версия понятное дело она там славится именно кроме графики тем что здесь были еще npc то есть например вот с главным героем джеком постоянно кто-то бегала ему помогал то есть там всякие матросы и режиссер вот это вот н девушка и так далее в пейс пивер всем конечно из-за ресурсов консоли бегает там в гордом одиночестве вот здесь как раз таки в меню у нас вот эти все мпс прописаны есть вот карл дэхман режиссер значит джеком блэком сыгранные кстати джимми то есть вот они все там с ним есть они мы там за одной помогает всякую вот эту флору фауну острого черепа отстреливать я пока так именно немножечко в нее поиграл то есть глобально ничего пока сказать не могу значит следующий играть получается пиратов of the caribbean the legend of jack sparrow то есть легенда джеки воробьи перед карибского моря чем она примечательно что вот в этой игре джека воробья озвучивал сам джонни депп по моему единственная игра по пиратам карибского моря где где принимал участие в озвучке своего персонажа значит что примечательно здесь как бы идет пересказ событий виде рассказа джека воробья сюжета проклятие черной жемчужины где нам за и персонажи этого фильма тоже дают поиграть ну и заодно рассказано про дальнейшие приключения соответственно джека воробья его друзей которые так скажем происходили уже после событий черной жемчужины но еще до сундука мертвеца так что здесь вот большинство таких вот история они новые есть как бы уровне посвящена черной жемчужине но как бы это так на самом деле интересно потому что эта игра достаточно сильно расширяет лор по пиратам карибского моря и конечно у меня есть игра вот пирата карибского моря world ends то есть playstation 2 версии не найти на соответственно на конце этот это карибского моря на краю света именно то есть насколько знана playstation 2 вроде как была версия с русским описанием и русским мануалом но я правда не знаю была ли она именно русская потому что на пи спина пока она точно на русском языке выходила ее именно озвучивание актеры нашего дубляжа значит хроники на армии то есть две этих самых части как раз таки по диснеевским экранизациям это получается за хроников на армия за леонзе вещь и варап то есть этот хроники на армии лев ведьма и тяну шкаф вот так называлась вот такая более как бы со скажем детская игра понятно дело что полностью как бы английская версия у вас постоянно четыре персонажа под управлением между которыми можно переключаться пусть уже только раз таки из фильма сделано вот ну по крайней мере мне показалось достаточно детской вот ну купил я ее главным образом и за второй части это как раз таки хроники на армии принц каспиен то здесь у нас издание именно не на русском языке но с русским мануалом русским описанием то есть видно что это такой уже последний таким такой видов течение такое издание уже последних игр на playstation 2 значит здесь у нас вот такой цветной мануал полностью на русском языке и здесь игра очень так нехило до стилен колец две башни напоминает именно консолей того же поколение вот за что мне эта игра очень сильно понравилось то есть он такая более эпичная по звездным воинам коллекциями прибавилось то есть это именно лего star wars the original 3 оладжи то есть очень вот эту вот игру люблю по классической трилогии то есть трилогии здорового человека значит и я вот и проходил на пк на пиратки на писки на лицензии и вот ради разнообразия взял ее себе на playstation 2 то есть здесь у нас кстати на цветной мануал принципе и вот надеюсь ее пройти вот какие-то даже там секретные уровни по открывать в свое время мне вот наравненном с лего индиана джонсон именно вот эта игра очень сильно понравилось вот так она выглядит и конечно взял такой консольный эксклюзив это звездные войны эпизод 3 не ситхов или star wars эпизод free рвеншу засих то есть игра это было только на консолях то есть по моему даже если не ошибаюсь вроде как только на иксбоксе оригинсы и playstation 2 не помню была ли она на геймкубе здесь повторяется сюжет фильма в основном играем мы за энакина скайуокера и убивана и здесь кстати есть альтернативный финал то есть именно того чего не было фильме что энакин остался на светлой стороне силы значит также могу что сказать что вот столько уже три игры у меня есть по звездным войнам на playstation 2 то есть еще в прошлых выпусках я показывал вот такой вот за форс англиш именно по сген версию привалило мне такое великое счастье это вот такой steelbook то есть первый мостил бук на playstation 2 это крестный отец но не его подарил такой продавец как тимур то есть очень его рекомендую ссылку я оставлю в описании в чем просто особенность то есть сам оригинальный диск с год фазер он честно говоря убитый вот видно даже что такие царапины видимо он вообще этот самый несовместимые с жизнью диска но соответственно вот dvd где как раз таки разработчики из весело games рассказывают как они эту игру делали как привлекали некоторых актеров из фильма оригинальных вот вот это на самом деле добро все есть и значит здесь также у нас идет каталог electronic arts игр различных то есть что тогда было модно у них batman begins который уже показывал в одном из прошлых выпусков как раз таки from russia with love про джеймса бонда игра с единственная игра в мире с участием шона коннери личным который еще даже первом выпуске показывал медалью фонера европе на south тот же самый год фазер ну и много чего еще на самом деле собственно самого мануал сожалению черно-белый хотя коллекционное издание могли цветной на самом деле доложить ради такого случая вот и как раз таки тут даже есть карта то есть только это такая маленькая то есть на обратной стороне расписание от всех семейств и кто кому там приходится именно в нашей родной семье вот семье точнее дона королеона а вот здесь именно как раз таки карта вот на области нью-йорка в которой мы как раз таки вот играем но такая она совсем миниатюрная но тем не менее приятно что она есть вот но у меня как бы как раз таки есть красный отец на обычном диске то есть на обычном издании поэтому в принципе то что даже если диск здесь не рабочий ну для меня небольшая потеря то есть могу играть и так самое главное что есть все бонусные материалы значит следующая игра это 1 half-life это еще сиди диск аж вот здесь значит этот 1 half-life плюс вот детей здесь получается у нас за доктора вот джину кросс играть а вторую доктор что я не помню там такой кооперативный режим уже на миссии поделенный как бы доктора джину кросс мы еще помним по учебному курсу на оригинале half-life вот и значит как бы тут еще такой есть улучшенный хайд резолюшем пак который вот на пока выходил вместе с блюшевтом и распространялся на обычную half-life и опасен форс где у нас там менялась оружие текстуре более такого были высокого разрешения хотя бы там у персонажей пальцы появлялись то есть вот так они там все начинали выглядеть там уже ученые не в каких-то там белых пижамах а уже видно что этих халатах там ручках с галстучками с бейджиками собственно как охранники десантники так все преобразовывались вот вместо там самое место автомата у нас там м16 появлялась вот охранники там по-другому выглядели ну то есть вот видно все так оружие здесь вот это хайд резолюшем пак был более продвинутым то есть если допустим его на пока версию ставили и там как бы этот фриман подходил к лечилкам и к зарядке этого своего хав костюма ну там просто ничего не происходило то есть подходим к этим панелькам и заряжались вот здесь именно этот самый из лечилки шприц какой-то были вылазит который что-то ему колоть начинает из соответственно этого подзарядки хав костюма выдвигается вот этот кабель стыковочный который опыт заряжает ну то есть так более все реалистично сделано чем не это собственно версии нравится вообще half-life именно первое у меня была одна из любимых игр плюс я пока помню в кучу модов переиграл во все официальные дополнения то есть апостин форс blue shift и даже uplink то есть это вот вырезанный эпизод из игры которые потом в элф как демо версию игры распространяли где-то в начале 99 года то есть вот даже его прошел так ну и вот игра такая райман 3 от юбисофт то есть он у меня на пока есть он у меня в цифре на playstation 3 в этот hd ремейк но вот это решил взять себе все таки оригинал потому что так получается что он на playstation 3 у меня в цифре первая вторая часть 1 playstation а ну и собственно ниже у меня на песке и как раз таки вот значит получается третья часть hd ремейк ну и вот я себе его взял как раз таки еще и на playstation 3 оригинал такая веселая вот в принципе платимом здесь сожалению ободрана наклеечка с логотипом sony игрушка прикольная ну а значит следующая такая игра это вот шоу на white snowboarding по трех лет что символично тоже от бисофта играем как вопрос новоборда правда так не очень понял как у нее все-таки играть то есть как трюки тут делать и так далее но у меня все еще что называется впереди то есть купил эту игру по моему 2014 году в магазине gamezone который у нас в санкт-петербурге приказал долго жить планировали открыть второй магазин а в результате закрыли единственный в каких-то там городах каких-то там областей даже чуть ли не областных центров геймзон есть а в петербурге вот его нет на самом деле обидно потому что меня даже их карточка осталось скидочная там у них такая акция была на playstation 2 то есть две игры по цене одной как раз я ее помог до веса какой-то другой игре и взял хитман контракт то есть многие еще тогда я помню на пока недоумевали почему вышел этот контракт почему здесь вот миссии с 1 и 2 части почему здесь как бы этот самый то есть такое повторение идет но во первых скажу так защиту этой игры что значит тут все это было сделано на новом движке графическом уже немножко по другим ракусом а во-вторых вот эти вот как раз таки контракты они все-таки выходили именно на консолях а на консолях так получилось при том я сам это не знал вадиму лесину с канала от вадима с любовью привет отдельный что первый хитман был пока эксклюзивом то есть его не было на консолях была только вторая часть и вот эти вот контракты поэтому здесь всем любителям хитмана особенно кто играл на консолях то есть кому нравилась вторая часть скажем так давалось возможность ознакомиться с миссиями из самой первой игры кстати мне почему-то из всех хитмана больше всего понравилось именно первая оригинальная часть у нее помню очень долго играл она действительно была сделана интересно а вот в контракта кстати есть такие некоторые баги здесь на playstation 2 с открыванием дверей то есть как-то там хитмана 47 на этом моменте как-то потрясывает что я заметил что такой вот эксклюзивный fallout of brotherhood of steel то есть это был консольный эксклюзив насколько я помню был он на xbox origins и playstation 2 и здесь у нас именно что шло то есть что братство стали новых рекордов набирает тут у нас три персонажей за которых мы можем играть как раз таки у нас все описаны вот но здесь не black i'll studios делала сколько помню какой-то другой подрядчик и все-таки здесь такая неканоничная игра серии получилось как-то тут вот друг в этот дух ретрофутуризма немножечко улетучился хотя тут есть как бы некоторые персонажи его даже из первой части здесь насколько он по-моему был вот этот один из рыцарей этого братства стали румбус то есть он здесь присутствовал кто в первый fallout играет этот как бы узнает но события здесь совсем по другой что называется ветки разворачиваются это уже такой именно экшен рпг классический то есть не пошаговой каким была первая часть вот у меня издание для германии но здесь как бы можно языки переключать то есть английский тоже присутствует и последний грамм сегодня такие лузон 1 то есть это вот именно платином издания то есть игра это содержала кстати русские субтитры хотя она сама полностью на русском не было вот здесь четыре персонажа на выбор и в отличие допустим от своих сиквелов все-таки такое первый киллзон был таким суки немножко тактическим шутером вот у нас эти все персонажи расписаны здесь то есть дальнейшем из как раз таки главных героев только вот один у нас попадал в сиквелы вот рекламы гетовые которые я уже показывал в одном из выпусков ну и собственно на сегодня это все дорогие друзья до новых встреч а и 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 ну и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok